Металл в хату, пацаны! Вот и закончился веселый, мемный 2020 год, который подарил нам столько всего нового и оказался завершающим в этом довольно контрастном переходном десятилетии. Сколько произошло перемен за эти 10 лет, представить сложно. Мы начали активно пользоваться смартфонами, застали крах и расцвет многих мировых гигантов на рынке различных товаров, зафорсился активно ютуб, приходили и уходили крутые блогеры, но еще больше активно хитились всякие чмурдяи на геликах. Произошли контрастные изменения в музыкальных предпочтениях молодежи. Ну как произошли? Че долгать дешевле стало, то продают, а дегенераты жрут. Пришли многие новые легенды, например, Молчат Дома. Однако в целом это было единственное десятилетие, когда рок-музыка не получила особого развития, а также теряла многих легенд. Например, Реми Килл Мистера, лидера Моторхед. А Рыб наоборот довольно сильно эволюционировал. Но декрадация тоже эволюция, если что. В общем, это было странное десятилетие для всей музыки в целом. Поэтому предлагаю подвести небольшие итоги минувшего десятилетия и подумать, а что будет с музыкой в этом новом десятилетии. Конечно, тут сложно все предугадать, но да хули нет, рискнем. Может поймем, как бороться с современной попсовой заразой. В общем, погнали. Прежде всего, хотелось начать от плохого хорошему. Я думаю, никто спорить не будет, что это десятилетие для Рока, и его ответвление стало довольно переходным моментом. Это были первые десять лет, когда мы не получили новый эпохальный переворотный жанр в Роке. С одной стороны, да, ну, это высад. Нет новых легенд, нет нового дыхания, но стало меньше мелких долбоебов, которые слушают Роцк, потому что это модно. Ну вот серьезно, гляньте. Сейчас, если молодежь слушает Рок или Метал там, она слушает его не потому, что он качает и в моде, а потому что это их жанр. Они видят в нем вдохновение и интерес. Ну, круто, не так ли? Нет, ну, конечно, всегда были мамкины Роцкеры, которые Рамштайн там слепно с шутами слушают и везде кричат. Я Роцкер! Эээ, закину я в мастероний панка свои охеренные каракули! Ооо! Надо написать, что они такие все, ведь я слушаю Роооак! Блин, болит, ты шо, король, шо слушаешь? Бля, вот как мало таких умных людей-то осталось. Ты прямо шаришь, 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 вообще красава! Ха-ха-ха, блядь, простите, конечно. Я сейчас не грубо хуесосил, надеюсь, вы понимаете, а этот фанатизм дебильный. Ну, я думаю, вы поняли, мысль ясна, что теперь, благодаря наличию нормального интернета, большому количеству источников, а также большому количеству старых тяжелых коллективов, которые были довольно локальными и до нас вовремя не дошли, мы можем слушать не только то, что модно, как было раньше, а любую музыку, которая нам понравится. И так-то нам не нужны особо новые коллективы, потому что у нас появилась возможность наконец-то познакомиться со старыми, которые мы и так и не услышали. И это круто! Это по кайфу! Однако, как ни крути, мы потеряли много музыкантов в этом десятилетии. Тот же Леми, Честер Беннингтон, вокалист группы Линкен Парк, легендарнейший гитарист Эдди Ван Хеллен, влияние которого в гитарное соло сложно переоценить. Тот же Даймбек все соло у него хорошо слизывал. А, ну, Коршок, да, тот же умер в начале десятилетия. В общем, не будем потрошить этот список, мы тут в интернет не поплакать заходим, знаете ли. Хочу лично подвести самое популярное ответвление у моего поколения в роке. Наверное, самым популярным рок-ответвлением стал, конечно, панк. При том, что именно русский. Чё-то эксплодит у нас не больно слушают. А Ледова, Короля Шута и так далее с удовольствием. Даже все новые жанры, которые плюс-минус активно форсились в этом десятилетии, это постпанк и поп-панк. Относившиеся, угадайте, к чему? А теперь, к моему любимому, к Митуллу. Самым любимым ответвлением в металле у нас стал Трэш, как я считаю. Но тут, я думаю, не обсуждается, который тоже слезал много чё у панка, кстати. А самой прослушиваемой группой в целом стал в Рашке, это Король и Шут, по мнению Спотифай. Так, ну пока я файрил, ещё спустимся на землю, где начался давно ад в музыкальной индустрии. Русский рэп. Как же нам это всем знакомо. Это десятилетие прям стало золотым для русских рэперов. Сколько клипов было выгружено, сколько хейта получено, сколько бабок заработано. Почему же рэп стал новым пикой музыкальной индустрии? Также одновременно никому нахуй не нужным. Хороший вопрос, достойный отдельного видео, на который будет, конечно же, всем похуй, но да, хер с ним. Тут всё просто как поломка в Жигуле. Продюсеры и труба. Во всех смыслах труба. Раньше в музыку и мэнстрим было два пути. Первый талант и новаторство. Второй сиськи и деньги. Ну вот, как бы всего было поровну. Совсем опущенных клоунов по типу фейса почти не было. А чё дал ютуб? Да до хрена чего он дал. Я не вы на мешок из кота, если скажу, что ютубу насрать. Годный контент ты делаешь, или медь в тёмно-бурых фекалиях кипятишь. Ему нужны просмотры. Чтобы были деньги с рекламы, следовательно, ему нужна реакция от зрителей. Пофигу какая, главное, чтобы была, и на видосы переходили и смотрели. Вот тут наши рэперы и засветились. Так, что в глазах, так Света говорят тебе, мозг иди ты в жопу. А чё я тут заметил, русский рэп уже стал сдавать оппозиции. Да, я сам в это не верю. Конечно, клипы также в трендах, и набирают дохренища просмотров, но чё ты былой шумихи уже нет. Она сильно поубавилась. Клипов немного, всяких крылатых фраз, типа батя в здании, нет. А блогеров, которые уходят в музыку, шлют в город в Китае под названием Итак, что же будет с рэпом, как я считаю? Вы замечали, что многие рэперы очень меркантильные создания. И тут будет эффект Ивангая. Накопят денег, похайпуют и уйдут себе кайфовать всю жизнь. Изредка рады YouTube своими высерами. А когда таких идейных креэйторов почти не станет, все о них забудут. А учитывая, сколько ща блогеров, YouTube давно уже всем перерезает горло, поэтому никакая зараза не пропиарится, ибо конкуренции не потянут просто. YouTube вой так сколько гребет. Нахер ему продвигать очередного еблана, который контент почти не делает, когда можно пропиарить того же маразма, который строчит по 4 штуки видео на неделю и переносит лаве YouTube. Итак, мы плавно переходим к тому, что может быть с музыкой. Я думаю, рэп уйдет в андеграунд, как в нулевых, после середины этого десятилетия. Не, ну, попса-то она будет всегда, она была, есть и будет мейнстрином. Это Россия, это жизнь. А что же будет главным молодежным жанром? Тут я делаю ставки на панк и его ответвление, ибо бунтарский дух, это неотъемлемая часть подросткового возраста. Еще возможная развилка, это металл-волна в России, которую, я надеюсь, смогу возглавить, ну или хотя бы направить. Не, ну а че, металл в России никогда в супертобе не был, а так, как мы отстуем от Америки про развитие сильно, как раз в 20-х годах, по моим подсчетам, может начаться металл-киберш, как в Америке в 80-х-90-х. А может вообще новый жанр появится? Хер ты поймешь, ведь жизнь такая штука, что все зависит не от идеи, а от случая. Успел приходит оттуда, где ты его не ждешь. Эээ, судьба, я не жду от тебя миллиона подписчиков на ютуб-канале и паблике ВКонтакте. Я не жду, не жду. В общем, пацаны, слушайте любимую музыку, всем удачи, пока.